Необычное задержание в Уфе. Там в руки силовиков попались танцовщицы на пилоне. Девушки выполняли опасные трюки прямо на перроне железнодорожной станции. Зачем они это делали и почему их остановили полицейские, расскажет Игорь Крупчинов. Материалы фотосессии на железнодорожных путях уже стали материалами административного дела. Раздвинуть пошире горизонты своего творчества уфимские танцовщицы решили на технической станции. Под гул поездов привязали к путепроводу специальные полотна и установили шест для стрип-пластики прямо на платформе. Опускаем трубы в круглые отверстия и желательно как-то понять, где же произойдет тот самый щелчок. Тот самый щелчок произошел в голове машиниста поезда. Заслуженный железнодорожник, никогда к слову не бывавший в ночных клубах, увидел акробатические тюды под высоковольтными линиями и сообщил в полицию. Шест для стрип-пластики в качестве улики страж порядка изымать не стали, но протокол с объяснением нарушителей составили. Никому до этого не приходило в голову подвесить воздушные полотна именно на мосту. Вот, поэтому я решила ее осуществить. Вот этого машинист со стажем не увидел, иначе потребовал бы привлечь девушек к ответственности за аморальное поведение в общественном месте. Сами танцовщицы такие обвинения сочли бы оскорблением. Говорят, это искусство, которое неискушенный зритель мог бы запросто перепутать с банальным стриптизом. Подобные школы танцев в Уфе все более популярны. На первом занятии новичкам не показывают такие фотографии и ролики, чтобы не испугать потенциальных клиентов. Тренировки стоят немало. Час около тысячи рублей. Учитывая то, что научиться так владеть телом и красиво заворачиваться в ленты можно года за два, организаторы получают огромную прибыль. Поэтому в погоне за пиаром не очень-то и боятся небольшого штрафа за девиантное поведение где-нибудь на железной дороге. Мы выбрали место, которое будет в нескольких метрах от ЖД путей. Мало того, что мы, как только видели приближающийся поезд, мы резко сходили с полотна, убирали снаряд в сторону и ждали, пока поезд проедет. Элементы танцев на воздушных полотнах так называемые преподаватели заимствуют у воздушных гимнастов, иногда забывая перенять опыт техники безопасности. За исключением одного правила. Взять с ученика расписку, в которой новичок все риски берет на себя. Разглядывать все оттенки танцев на пилоне полицейским было некогда. Составив протокол, они попросили нарушительниц явиться по первому требованию для разъяснения. На всякий случай 238-й статьи Уголовного кодекса. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Игорь Крупченов, Екатерин Абдрашидов, Вести, дежурная часть, УФА.